Всем большой привет! Сегодняшнее видео опять о раскрасках, продолжение, так сказать, моё любимое хобби. И вот видите, какая картинка, как называется, я забыла. Сейчас мы с вами посмотрим, переворачиваем. И здесь вот есть перевод на русском языке, и называется это «Магия зимы». Вот такая вот у нас раскраска, вот такой оригинал. Ну, в общем, фирма известная, которую я часто покупаю, потому что предыдущая была формата 4, и мне не понравилась она. За счёт того, что было немного несоответствия, и не везде были написаны циферки. Чем, значит, меня удивило в данном случае вот это. Видно, это из последнего поступления новинка. Видите, на самой картонке нарисован образец, то есть нету такой бумаги, в которой была вся длинная, вот такая большая, как сама, да, картина. Именно вот здесь они, я вот её раскрыла, решили сэкономить, и теперь печатают здесь пробный образец. Но есть, конечно, и такой, но он очень маленький, вот, смотрите, он очень маленький. Всё-таки они такой положили, но это в плане, я вот держу как подсказку. То есть я закрасила что-то, да, и у меня, например, не видно цифры, что, как, и я вот, в принципе, удобно. Но раньше была такая большая, не знаю, просто какой здесь формат, если честно, я как бы забыла. Вот. Стоила она 500 рублей, подорожала, как бы немножко, вот. Значит, набор, естественно, шла кисточка, я ей рисую, не каким-то другим профессиональным подороже, а именно вот мне удобно рисовать пока такое. Потом шли краски для, как сказать, перемешивания цветов, да, например, циферок, например, вот, 1639. Я использую вот такой журнал, то есть совершенно любой журнал. Здесь я это, и потом это легко и просто потом выкинуть. Хотя у меня есть специальная, как им, палитра или её назвать её. Я уже рисую вовсю, я увлеклась. Мне почему-то очень понравилась эта картина. И вот, что у меня получается. Я уже увлеклась. Вот, вот идёт и всё, да, вот я купила её позавчера, и она у меня идёт, то есть совершенно. Это очень хорошо, потому что другие было рисовать не то, чтобы тяжело, да, может быть тяжело. Чем их меньше, конечно, тем тяжелее. Но это прям вот рука тянется, да, чтобы её дорисовать. Так что вот, поэтому я её и рисую. Вот, что у меня пока получилось. Что здесь, что здесь. Безусловно, конечно, несоответствие рисунков. Ну, как несоответствие? В плане здесь совсем всё дословно, совсем всё, как мелкие детали, да, всё в самой вот картине. А когда рисуешь сам, раскрашиваешь, то такое не получается. Вот даже здесь, да, как здесь небо, и как у нас небо получается, когда мы раскрашиваем. Ну, это те, кто раскрашивают, знают эту фигню. Ещё, конечно, зависит от фирмы и цены раскраски. Но это не самая дешёвая раскраска. Это вообще хорошая фирма, по-моему, Питер. О, забывает. Поэтому, ну, вот как-то так. Думаю, что у меня осталось совсем чуть-чуть, и я уже завершу, так вы это уже всё увидите. Вот, что у меня получилось. Вот такой вот рисунок получился, вышел. Вот он, оригинал, как вы видели уже. Результат таков. В принципе, меня всё устраивает. Там даже мордочки подрисовала, конечно, не очень получилось на лицах. Может быть, зря я это сделала. Но, тем не менее, мне так захотелось импровизаться. Ну, вот так вот выглядит. Называется картина «Магия зимы». Всем спасибо за внимание и всем пока-пока!